у бабушки, у прабабушки, там еще у кого-то. Если нам он нравится, то мы можем его убрать. И наша генетика его сразу же выдаст. То же самое, как цвет глаз. Но цвет глаз с этим проще. Очень многие люди, они видят, как меняются глаза, да, когда смена питания идет, когда еще что-то. Как правило, глаза высветляются. И если вы заглянете глубоко туда, где мы раньше жили, посмотрите какую-либо литературу, либо найдете какую-то информацию, то вы увидите, с какими глазами изначально люди были. Изначально были у всех небесные глаза, как описаны во всех литературах. Сначала были небесные глаза. То есть небесные голубые, синие, серые, это первородные глаза, цвет глаз которых был. И когда мы начинаем, и еще такие были потом, появились у нас в очень жарких странах, они были золотистые. То есть не кари, а золотистые. Такие вот, как бы, светло-карие. Они остались есть. Ну, они и есть, да. Но сейчас у нас уже есть и кари, и зеленые, и всякие-всякие разные. Это как раз про смешение и про определенные, про определенные, так скажем, химические реакции в нашем теле, в нашей генетике. И мы можем спокойно менять и, вот тоже говорят, вот фигура пошла там в отца, фигура пошла в того-то. Мы точно так же можем менять свою костную структуру, свою мышечную структуру, так, как нам удобно генетической памяти. О чем это говорит? Когда мы переходим к состоянию самого себя, когда мы научаемся видеть самого себя, когда мы научаемся слышать самого себя, когда мы идем на свое предназначение, назовем его так, когда мы делаем то, что нам идет по сердцу и по душе, и мы это четко понимаем, что это идет во благо, то тогда наше тело, после этого наше тело начинает принимать те формы, в которых нам будет удобно идти к тому, к чему мы идем. Не важно, чья это будет фигура, папина, мамина, бабушка. То есть у нас может меняться костная структура. У нас может меняться волосы, то есть как густота, так цвет, так и структура волос. У нас может меняться структура ногтей. То есть если мы идем на исследование чего-то, например, в горах, где снег и холод, то у нас наше тело подстроится к этому. То есть у нас начнут расти на коже, например, волосики, чтобы защитить нас от холодного климата. У нас начнется там, наш скелет начнет приходить в такую форму, которая будет удобен для того, чтобы жить в горах. Потому что вы можете посмотреть, что у южных людей изначально и у северных, у них абсолютно по-разному развита их костная структура. То есть которые живут в холодах, люди, они более маленькие. Они такие маленькие получаются, как бы коренастенькие. Это для того, чтобы максимально долго держать тепло нашего организма, в нашем теле. Если которые в жарких странах, то эти люди, как правило, более подвижны, у них структура волос другая. Мы все, наверное, замечали с вами, что у некоторых есть, некоторые говорят, вот у того растут волосы, вот она пользуется такими-то косметическими средствами, я тоже себе набрала, но у меня так волосы не растут. У нас у волос есть генетическая память, очень-очень такая, достаточно плотная. И у нас есть генетическая структура, до скольки они могут вырасти, какие они могут быть. То есть, как это выражается? Залезем совсем недалеко, например, в каких-то южных морских, где женщины с черными, густыми, длинными волосами. У них прям плотность волоса, она абсолютно другая. Почему это было изначально сформировано? Потому что они питались рыбой, они добывали рыбу в моря. И чтобы у них вот эти вот волосы, они были как спасательный круг, как парашют. То есть, они когда ныряли, волосы оставались на воде. И если что-то случалось, каждый мог их вытащить за волосы. И вот за счет этих волос они тоже держались на определенной глубине, так скажем. Волосы им помогали, поэтому они у них плотные, и они у них длинные, они у них растут, они могут расти у них и до пяток могут вырастить. И это для них норма. Если мы возьмем, например, африканские страны какие-то, то у них, как правило, это в мелкую-мелкую кудряшку, и они у них длинными не растут, они у них растут максимум до плечей. Это для чего нужно? Это вот мелкую кудряшку, чтобы не было солнечного удара, чтобы солнце туда не проходило. И почему до плечей? Это чтобы когда они ходили, чтобы продувалась шея, чтобы не было степлового удара. то есть мы все это да тоже прекрасно понимает и вообще что такое волосы мне многие задают вопрос а что такое волосы это же их нужно отращивать это же вот это же рот это еще еще что-то волосы это всегда наш рот это действительно наш рот и это когда мы хотим зафиксировать себя в этой плотности в этом пространстве это и есть волосы как только мы хотим что-то обновить вот вспомните вот мы это девочки особенно если там у них какие-то новые новые отношения и это они еще что-то какие-то новые новая новая жизнь у них там начинает эти они начинают сразу же красится они начинают стричься не начинают еще что то делается если не начинает себя менять первую очень чаще всего с волос и это на подсознание это устроено и что такое волосы это когда мы их отращивая когда мы отращиваем волосы, бороды, там еще что-то. Это рот, это то пространство, в котором вы хотите. Если вы хотите уже, готовы идти в следующие познания, если вы готовы идти в следующие плотности, то волосы становятся более короткими, и некоторые просто начинают бриться. Вы, наверное, видели, что некоторые монахи, у них есть ритуал, прям они каждое утро начинают с того, что они бреются, у них прям это ритуальность, бреются все тело. Это к чему? Это чтобы вот эти вот волосы, антенны не фонили, так скажем, в этом пространстве. Ну не фонили, это грубое слово, но тем не менее, чтобы оно ничего не задерживало их в этой плотности, чтобы они могли по другим мирам спокойно переходить в иные пространства, в иные жизни со своим, либо без своего физического тела. Это как раз то, что касаемо волос. Когда начинают спорить, нужны волосы или не нужны, это вы уже сами принимаете решение, для чего вам волосы, насколько вы готовы, куда дальше идти. Причем это касается как женщин, так и мужчин. Дальше, что такое клеточки? Когда мы рождаемся, когда рождаются детки, у них, они рождаются с открытыми клеточками, у них стоят клеточки, каждый в своем фазе. И эти клеточки, они раскрыты, они светятся таким небесно-голубым, белым, таким лунным светом, практически белым светом, прозрачным. Что потом происходит? Потом происходит определенная деформация наших клеток при помощи деформации нашего физического тела. Деформация нашего физического тела происходит при разных моментах. То есть это какая-то еда, которая неприемлема для нашего организма. Это какие-то действия, неприемлемые для нашего организма. Например, в телефонах мы все сидим, и вот у нас появляется вот это. Это тоже деформация. Деформация, когда начинаем много читать. То есть раньше же читали, это же не такая вот книжка была. То есть раньше, вспомните, если книжки, так они вот такие вот. Там, чтобы почитать, нужно вот так вот встать и выпрямиться. Это лежачее положение, это сидячее положение, это какие-то усиленные тренировки, которые тоже не нужны нашему физическому телу. То есть тренировки нужны. Я имею в виду тренировки такие, когда мы говорим про олимпийских чемпионов и про профессиональный вид спорта, это всегда износ организма. И когда мы вот это, начинается деформация нашего физического тела, при этом начинается деформация наших клеток. То есть клеточки, они выходят пазл на пазл, то есть они какие-то закрываются, какие-то вот сдвигаются, какие-то перекрывают друг друга. И когда они перекрывают друг друга, когда они выходят из своих пазлов, они где-то перекрывают свет, где-то они трансформируются уже. Но когда вы, например, сидите в одной и той же позе, у вас даже ноги затекают, руки затекают, там еще что-то затекает. И то же самое происходит внутри нашего организма. Там, конечно, не затекают клетки, там другие процессы происходят, но это просто я вам простым языком, чтобы было понятно, что происходит. И когда мы научаемся заглядывать в наше межклеточное пространство, в наши клетки, когда мы это понимаем, как это делать, то мы тогда видим, где у нас, какие клеточки наехали друг на друга, где у нас идет темнота в нашем теле. И мы их начинаем постепенно раздвигать, как изнутри, так и работая снаружи, физикой своим телом, помогая. И когда у нас в клеточки встают свои пазлы обратно, то у нас как раз поступает этот свет. Что это за свет такой? Этот свет – это когда мы можем принимать информацию друг к другу, даже принимать информацию от одной клетки к другой. Есть научные работы академиков, профессоров, где написано, это тоже все в открытом доступе в интернете, в ютубе, где написано, что если у нас достаточно здоровый и чистый организм, если межклеточное пространство без слизи, то наши клетки между собой общаются каждое мгновение при помощи вибрационной, также информационной, вибрационной волны. То есть, если что-то защемило в руке, то это не говорит, что это рука что-то, это, скорее всего, что-то пошло у нас от внутренних органов, какой-то сбой программы. Почему я сейчас пошла в анатомию? Потому что мне очень интересно, что происходит с нашим внутренним аппаратом, когда у нас что-то идет не то. То есть, смотрите, когда у нас болят, начинают болеть колени и суставы, не всегда, то есть не надо каждый на себя принимать, но тем не менее, есть такое, что может быть это от почек. Почему от почек? То есть, когда у нас почки начинают по каким-то причинам тяжело работать, почки, надпочечники, они начинают, что такое почки, они азотистисоединения выводят из нашего организма. Они начинают работать достаточно плотнее. Сейчас я найду, скажу вам, как правильно называется эта венка, чтобы уже было понятно. Но от почки, они чистят азотистые соединения в крови, так и шлаки, и перерабатывают, выводят их с мочой. То есть, есть люди, которые вообще, в принципе, ходят с утра в туалет после того, как они выпьют стакан или полстакана горячей воды. То есть, это понимание, да, что такое почки. Вот, а почки изначально, это мы вчера с вами говорили, это когда мы не можем принимать и отдавать. То есть, как снаружи, так и изнутри работает одна и та же программа. Как мы научимся их воспринимать? То есть, не бывает, что мы только наружную программу выучили. То есть, я, например, не умею принимать, значит, у меня больные почки. Нет, это не всегда про это. То есть, не бывает, что с одной стороны только себя познать. Как внутри себя познаем, так и снаружи. Вот, и когда почка стала плохо работать, недостаточность почечная, она уже не может справиться с этой кровью, которая через почки идет. Что она делает? Она подает сигнал мозгу, что я не справляюсь. То есть, почка подает этот сигнал. И мозг увеличивает кровяное давление. Когда увеличивается кровяное давление, чтобы кровь, пройдя через почку, могла очиститься. И у нас получается что? У нас получается, повышается давление. Когда у нас повышается давление, мы первым делом, что делать? Вот это вот тахикардия, как говорится, да, что у нас на сухих днях тахикардия очень часто бывает. Это же о чем говорит? Это говорит о том, что почки начали работать не так. Мы что начинаем делать? Мы начинаем не с почками работать, а снижать эту тахикардию, снижать давление. Кто-то таблетками, кто-то травками, кто-то еще чем-то. И когда вот это вот снижается давление, почка начинает быть вообще в таком состоянии, что она не понимает, что она все сделала для того, чтобы пошел это давление, кровоток, чтобы очиститься почки. А тут все прекратили. И она в таком состоянии, куда девать шлаки? Как бы куда их дальше выводить? То есть все остановилось. И эти шлаки выводятся в межклеточное пространство. В межклеточное пространство выводится, и далее начинают шлаки двигаться в суставы. Из межклеточного пространства. Потому что клетки сами, они не впитывают ничего практически. Когда говорят, что там крем для клеточного структурирования, там еще что-то, это все ерунда. Клетки не впитывают. У них оболочка абсолютно другая. То, что у них есть, у них то и есть. Они впитывают, но вот только информацию. Никаких крема и масла они не впитывают. И вот из этого межклеточного пространства шлаки начинают выходить в суставы. И у нас начинают скрипеть суставы, у нас начинают болеть суставы. Это один из вариантов, как работает наш организм. И так у нас работает очень много. То есть мы, например, можем говорить там, ой, у меня там что-то поджелудочное заболело. А по факту это не поджелудочное заболело. Это у нас сердце. Клапан не справляется. То есть у нас пошла густая кровь. Мы что-то сделали не то. Сделали, не сиели. В первую очередь сделали что-то не то. Делаем мы что-то не то, это когда? Это когда нам не по душе. Когда мы ведем против себя. Когда мы идем против себя, у нас моментально густеет кровь. Когда мы сделаем что-то не для себя, у нас густеет кровь. Почему лишний вес у людей появляется? Когда мы не идем по сердцу. Когда мы не идем по сердцу, у нас начинает густеть кровь. Когда у нас начинает густеть кровь, у нас не выводится ничего из нашего организма, и оно на нас как бы навешивается, все несколькими слоями. И от этого начинает сердце работать тяжелее, то есть клапан не справляется с такой густотой крови. Клапан не справляется, и у нас идет отдача от сердца очень часто в поджелудочную железу, в почке очень часто дает отдачу. То есть мы думаем, у нас почки болят, надпочечники, но мы их боли-то не чувствуем. А это идет вот это защемление мышцы, которое дает сердечный клапан. И у нас очень много, то есть я не медик, я не могу вам сказать это что-то медицинским языком, у меня это не получается, но чтобы вы просто понимали, как работает наш организм, насколько все взаимосвязано. И когда мы научимся видеть и чувствовать, что происходит с нами как внутри, так и снаружи, вот тогда мы можем контролировать и регулировать внутренние процессы, не только своих клеток, межклеточного пространства, но и своей ДНК. И вот когда мы научаемся видеть и работать со своей ДНК, тогда у нас идет абсолютно другое качество нашей жизни, в нашем аватаре, в нашем белковом теле. И тогда мы уже можем идти в другие процессы познания себя через абсолютно удобное для нас белковое тело. Задавайте вопросы. Скажите, на один из моих вопросов уже ответили, потому что клетка, она как мембрана, она потом ничего не впитывает. Мне интересно про межклеточную жидкость. Это не лимфа, нет? Лимфа, она тоже присутствует, межклеточная, да, но она не всегда присутствует. Сколько ее должно быть, какого качества? Как способствовать какой-то нормализации количества? Ну, нет нормализации количества межклеточного пространства. Это, если простым языком, это та жидкость, через которую проходит ток. То есть мы все, как бы, всю информацию, все вот эти вот энергетические, вибрационные, информационные вот эти вот структуры, которые в нас идут, это можно назвать его и током. Это все идет внутри нас. И это идет по межклеточному пространству, по этой жидкости. То, что касаемо лимфы, то есть лимфа, если вы возьмете, у меня сейчас очень много дома учебников по анатомии, но ни в одном учебнике не показывают. Показана нервная система, показана кровеносная система, но лимфа системы нигде не показана. Она всегда есть, только на слуху. То есть в разрезе, если человеку там разрезать, мы все увидим, кроме лимфы. И человек, что такое лимфа? Я могу ошибаться, но на сегодняшний день, как я вижу, что вообще лимфатическую систему запускают ребенку с прививками. Ребенок рождается без лимфатической системы, у него нет лимфатической системы. И в третьем поколении где-то будут дети абсолютно другие, если мы не будем ставить прививки. То есть, например, мне не ставили прививки, потому что я была достаточно болезненный ребенок, у меня постоянно были методы воды. Своим детям я тоже прививки, так скажем, не особо не ставила. Они во втором поколении, получается. И я уже вижу, какие они. То есть они, например, там, у них нет тех заболеваний, которые есть у большинства детей или людей. То есть они у меня практически не болеют. Не потому, что они у меня закаленные или там еще какие-то. Если у них дети закаленные, вот смотришь, там вот они и мама с папой сыроеды, и дети сыроеды, все на таком правильном экологичном питании. И бегают-то они босиком. И все у них замечательно. Но, например, заболели там каким-нибудь вирусом, особенно самым распространенным сейчас, да? Вот вроде все замечательно, где мог подцепить. Им все равно же подцепило. Это как раз говорит о том, что вот эта вот лимфатическая система, это та система, когда нам... Это же не просто лимфатическая система, которую нам искусственно внедрили в нас. Она же понятна, что она должна быть для чего-то. Она для того, чтобы чем... Если она в человеке есть, если мы ее там разгоняем, мы же для нее целый миф придумали. Физическим упражнением мы что-то делаем? Разгоняем лимфу. Какими-нибудь горячими чаями, каким-нибудь имбирем, перцем, еще чем-то, мы разгоняем их. Мы разгоняем то, чего нет. То есть мы разгоняем то, что в нас внедрили. Какие вирусы в нас внедрили, те мы и разгоняем. И мы становимся очень управляемыми. Когда эта лимфа выходит из нас, либо мы ее не допускаем в себя, то мы абсолютно другие люди. Мы начинаем видеть и слышать по-другому. Это не всегда для нас хорошо, потому что иногда кажется, блин, что я вот это вот вижу, куда с этой информацией идти? Но тем не менее. И ребята, которые у меня выходят на длительные сухие дни, например, на 40 дней или на 60 дней, у них очень... Вот они, например, кто-то делает клизму, кто-то, например, не делает клизму, а там, например, сморкается, еще что-то. То день на 30, вроде бы 30-й день, но там какая слизь? И на 30-й день начинают выходить эти слизовики. Они выходят через пору, через кожу. То есть они становятся, бывает, говорят, вот я, говорят, у меня, говорят, все сухое. Но кожа, она прямо липкая. Кто-то делает клизму, и там прямо выходит слизь вот этого. Кто-то начинает сморкаться на таких уже достаточно больших сухих днях. И это вот все выходит. Но когда это выходит, у тебя начинается новый этап твоей жизни. То есть новое видение. И не все тоже с этими видениями и с этим новым образом жизни могут жить. То есть ты же... Как происходит? То есть человек начинает смотреть на жизнь по-другому, по-иному. И он понимает, что его вокруг не понимают. И ему в этом пространстве некоторым тяжело жить. И чтобы не приспосабливаться к новому себе, ему проще уйти обратно туда, где у него все привычное, где для него все доступное, где он все знает, и там очень тепло и хорошо. И он возвращается туда. Потому что здесь начинать жить, когда ты видишь те вещи, которые не видят другие, и ты им даже объяснить не можешь. Потому что они скажут, ну, пипец, дурак какой-то. Ну, что ж ты говоришь-то? Ему здесь становится как бы... Ну, он сначала там повеселится неделю-две, а потом через какое-то время, может быть, через год, может быть, через месяц, он возвращается туда. Остается один процент из тех людей, которые вышли в Большие Сухи. Ведь очень много людей выходят в Большие Сухи. И почему они обратно не идут? Потому что они не могут там. Но сам факт, что они когда возвращаются туда, они уже и там не могут. Они и там не могут, и здесь еще не приспособились. И они в таком раздрайве, что в какое-то время они держатся на вот этом плаву. И потом их начинает все уже... Они говорят, да, все, пошло. И они в какую-либо сторону начинают очень сильно у них перевес, либо перекосы. Либо они бросают все эти правильные штучки, правильные питания, правильные гимнастики, правильные какие-то мысли и уходят там в раздрайв. Либо они очень четко начинают идти туда, но не осознав, что с ними происходит, они всегда будут в этом колебании. И будут говорить, что не получится, никто этого не сделает, потому что у него есть четкое понимание, что я же хочу, я же могу, я же уже это прошел. А почему у меня не получается второй раз? Потому что никто это не может сделать. Я же как все. И начинается вот это вот обесценивание в первую очередь себя, своих поступков. Не кого-то, что кто-то не может сделать. Всегда обесценивано начинается с себя. И получается вот такое вот у нас сопротивление организма, сопротивление нашего мозга, сопротивление нашей физики, сопротивление нашей психики. И с этим тоже нужно как-то научиться работать, с этим нужно как-то научиться жить. И это достаточно такая большая, трудоемкая работа. Задавайте вопросы. Ну, Линка, она вообще уже когда, как нам объясняли, да, вот раньше, она собирается грязь и выводит, ну, сама вот эта лимфатическая. Ну, если ее самой, саму она вот, я такая съела на таких дознах, она вот прям ни с того ни с сего, раз там из носа все, все потекло. Уже, допустим, я там три недели, да, знаете, все, чувствую, все. Потом начинается до тошноты, до рвоты тоже эта слизь прям. А слизь и лимфа это одно и то же или что? Слизь и лимфа это одно и то же? Вот, ты говоришь, начинает выходить, лимфа это лимфа или слизь? Или лимфа это и есть слизь? Ну, я так думаю теперь, что это лимфа и есть слизь, да? Ну, тут уже такое двояк, смотри, слизь, она, как правило, больше гноет, гнойным процессом, да, как я это вижу. А лимфа, она, как правило, больше гноет слипки каким-то. Слипки, да. Консистенция. Ну, я так понимаю, что это все из-за прививок, да? А вот, кстати, да, вы упомянули, что детям, если не ставить прививки, то у них не запускается, то есть они живут без лимфатической системы? Ну, смотри, если, во-первых, у родителей были прививки, то им все равно передалось немножко. А, передалось. Да. Это, говорю, это будет только через, минимум через три поколения. Без прививочных детей. Ну, вы тоже, ребенку не ставить прививки. Приходишь кругом и везде, эти медсестры, они... Это всегда твой выбор. Что, значит, менингитом заболеешь, туберкулезом заболеет ребенок, там столкнят по цепи где-то в армии. И вот постоянно они... Это правда или это неправда? Я не могу сказать. Смотри, что такое правда в твоем мире. Ну, вот, допустим, ребенок не привился от туберкулеза, и мы там приехали в Питер, и нам говорят, так это тут вообще все кругом они с этой палочкой ходят. Что вы себе думаете? Тут болото, тут сырость. Так, бегом делайте прививку от туберкулеза. Или я рада? А веришь? Если веришь в это, значит... Нет, вот, если официально работаешь, то просто не устроишься на работу. Нет, это тоже самое. Это составляет школу. Прямо конкретно. Что с этой палочкой, например? Вот, например, вот ребенок не привит от туберкулеза. В итоге он попадает в эту среду. Хорошо выбор. Я, допустим, не прививаю детей. Ну, а в пандемии, как все прививались вообще? Хотя бы цель, волгейшка. Но это другое дело. А тут вот конкретно, допустим, туберкулез. И она кругом, эта палочка. Что с этим ребенком? Он защищен как без привитки? То есть он крепкий, у него иммунитет? Или он, наоборот, слабый, гол, как мне сказали? Вот ты просто выпустил своего ребенка голым на площадь. Александр, вот он ходит голый. Вот мы все такие одеты в скафандры. Все, кто с прививками. А у тебя ребенок, значит, вообще голый. Тогда хорошо. Правильно это или нет? Вот ты, прежде чем вообще задать вопрос, ты разбиралась, что такое прививка? Читала. Читала как одни, так и другие. А вы, типа... Что такое прививка? Это мини-бацилла, мини-бактерия, которая запускается, и дальше наш организм распознает и вырабатывает потом иммунитет, если он опять тут же где-то встретится. Вот то мое понимание. Я все развиваю. Ты готова в мини-дозу впустить? В мини-дозу, да. Хорошо. А тут будет большая доза. Давай, я... Ты меня спросила, давай, сейчас тебе позадаю вопросы. Ага. Вот смотри, ты как хочешь мини-дозу запустить, чтобы твой ребенок уже был инфицирован, либо ты пойдешь и будешь думать, что ставить прививку, нет, заболеет он или нет. А если он не заболеет, но ты его уже заразила, он у тебя уже гепатитный. Так. Ну, дальше. Так мы приехали в такое место, где, допустим, оно кругом и везде. Ну, то есть это вероятность, это мы живем в теории вероятности, повезет, не повезет. А всегда только 50 на 50. Он у тебя... Ты думаешь, дети, которые привиты вот этим вот прививками, они не болеют туберкулезом? В меньшей степени говорят врачи. Они не так тяжело болеют. Ты почему врачи-то? Ты смотри те, кто в случае. Я не знаю, как у всех это происходит. Я могу...